МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Назначение. Сегодня к исполнению обязанности прокурора города приступил Владислав Александрович Крашкин. Криминальные гастролеры в Коряжме, мошенники, обманули продавца отдела в торговом центре Биконда. Дела коммунальные. В Коряжме прошло совещание с участием заместителем министра ТЭК и ЖКХ, исполняющего обязанности генерального директора регионального фонда капремонта многоквартирных домов. Эти и другие новости сегодня в программе в студии Елена Кузнецова. Здравствуйте. В Коряжме новый прокурор. Сегодня к исполнению обязанностей прокурора города приступил Владислав Крашкин. 10 августа в Коряжмской прокуратуре принимает дела новый прокурор города Владислав Крашкин. Владислав Александрович переведен в Коряжму с должности исполняющего обязанности архангельского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Крашкин закончил Вологодский филиал Московской юридической академии. Был помощником прокурора Кирилловского района Вологодской области. Затем заместителем, прокурором Белозерского района. Далее руководил Череповецким отделом Следственного комитета. Затем был переведен в следственное управление на должность старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ. Владиславу Александровичу 38 лет. Напомним, что 26 июня прокурор Коряжма Виталий Минин сложил свои полномочия. Обязанности прокурора исполнял его заместитель Дмитрий Вилков. В государственном противопожарном отряде тоже новое руководство. На конкурсной основе на должность начальника УГПС номер 7 с 11 августа назначен Эдуард Николаевич Аборин. Эдуарду Николаевичу 41 год. В пожарной охране уже 11 лет. Начинал с рядового пожарного. Работал начальником ПЧ в поселке Урдама. Служил в пожарной охране комбината. Занимал должность заместителя директора СПАС. С 11 августа Эдуард Аборин займет должность начальника УГПС номер 7. Это отряд государственной противопожарной службы, в состав которого входят 4 крупные пожарные части Коряжмы и соседних районов, и 5 пожарных постов небольших поселений. Руководивший ранее отрядом Владимир Николаевич Рильзкин возглавил службу по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям филиала группы ЭЛИМ в Коряжме. Криминальные гастролеры в Коряжме. Мошенники обманули продавца отдела часов в торговом центре Виконда. Полиция ведет розыск злоумышленников. Посреди рабочей недели 6 августа трое сомнительных людей зашли в отдел часов торгового центра. Молодой человек бродил по торговому залу и рассматривал товар. А две девушки встали возле кассы. Одна из них якобы пыталась купить будильник за 225 рублей. Достала из кошелька тысячную купюру, потом начала искать мелочь. И заодно отвлекать продавца, попросив показать еще другие товары. Как только продавец отвернулась, девушка спрятала тысячу в кошелек, а потом с невозмутимым видом заявила, что отдала тысячную купюру продавцу. Продавец растерялась и сдала девушке сдачу 800 рублей. Мошеннические действия девушки зафиксировала камера видеонаблюдения. Мы выложили видео уже в интернет. И уже по этому видео многие узнали, именно узнали эту троицу. Не только эту девушку, которая стояла рядом, вернее, которая покупала товар, но и та, которая стояла рядом, и того парня, который тоже там был виден на видео, сзади крутится. И оказалось, что они гастролировали по многим магазинам, даже не по многим магазинам, а по многим городам. Они побывали в Котласе, они побывали здесь от Виконды, как шли, по улице Пушкина, по улице Архангельской, они заходили в очень многие магазины. По словам продавца отдела часов, все трое, пока находились в торговом отделе, делали вид, что друг друга не знают. Удивительно, но они не заметили камеры и монитор. Более того, на дверях отдела есть табличка, что ведется видеонаблюдение. Мы на них написали, конечно, заявление в полицию, передали им видео и фотографии, но с большей частью мы разместили это видео для того, чтобы предостеречь, что вот ходят такие мошенники, чтобы продавцы были внимательны, потому что зарплата у продавцов не очень большая, а расплачиваться придется за этих мошенников именно продавцам. По официальной информации Коряжемского отдела полиции, сейчас по заявлению владельцев магазина проводится проверка, устанавливаются, действительно ли молодые люди действовали в группе, сколько еще магазинов от них пострадали, а также как квалифицировать их действия административным правонарушением или уголовным преступлением. Реклама впереди. Оставайтесь с нами. Спешите на летний цинокос в аптеке «Фармация». Скидки до 20% на косметику, солнцезащитные средства, средства гигиены и многое другое. Устали переплачивать за небе? Диван диванов. Просто здесь дешевле. И мы снова в эфире. Продолжаем выпуск. Жилищное законодательство и реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Эти темы стали главными в разговоре с населением Коряжма. Встреча прошла сегодня в конференц-зале администрации города с участием заместителя министра ТЭК и ЖКХ Елены Петуховой и исполняющего обязанности генерального директора фонда капремонта многоквартирных домов Архангельской области Александра Бараева. Программа капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области принята весной прошлого года. Обязательство по оплате за капремонт для собственников жилья возникло с ноября 2014-го. Но квитанции на оплату жители области стали получать гораздо позже или не получают до сих пор. Разрешить все проблемы коряжемцы смогли на состоявшейся встрече. Вопросов представителям регионального правительства и фонда капремонта было много. К нам очень много приходит таких заявлений, в том числе из города Коряжный, которые заявления, как правило, имеют две-три совершенно одинаковые формулировки об отказе от оплаты взносов на проведение капитального ремонта. Можно с уверенностью говорить, что данные отказы от оплаты взносов на проведение капитального ремонта, они не имеют под собой никаких правовых оснований. Потопные программы капремонта разработаны в каждом регионе. На каждой территории установлены и размеры ежемесячных взносов. В нашей области они утверждены региональным правительством в этом году. Это 6 рублей 37 копеек с одного квадратного метра общей площади жилья. Региональная система капитального ремонта предусматривает оплату собственниками взносов на капитальный ремонт. Сумма взноса определяется постановлением правительства Архангельской области. Каждый регион сумму взноса с квадратного метра определяет самостоятельно. Таким образом, в 2014 году сумма взноса с квадратного метра составляла 6 рублей 10 копеек. В 2015 году вам платежки приходят по 6 рублей 37 копеек. На 2016 год эта сумма установлена в размере 6 рублей 66 копеек. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов теперь должны оплачивать собственники жилья. Правда, большинство домов нашего города внесены в региональную программу со сроком проведения капремонта в 2040 году и позже, что явно не устраивает коряженцев. Эти и многие вопросы сегодня горожане смогли озвучить на встрече. А вот получили ли они исчерпывающие ответы, об этом в наших следующих программах. Мобильный репортер. В воскресенье 9 августа у торгового центра столицы водитель на иномарке сбил пожилую женщину. К счастью, пострадавшая осталась жива. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. В 19.35 в зоне погрузки и выгрузки товара торгового центра водитель на Subaru Impreza на скорости сбивает человека. От удара пострадавший человек отлетает на несколько метров в сторону. Оказалось, автомобиль сбил женщину 60 лет. В 19.35 в 18-летний водитель автомобиля Subaru Impreza совершил наезд на пешехода женщину 60 лет. В результате она госпитализирована в травматологическом отделении стрелома ноги. Водитель иномарки с места происшествия скрываться не стал. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства дела, в том числе и то, с какой скоростью ехал иномарка на этом участке дороги. О спорте. Ровно месяц остался до финальных игр турнира по дворовому футболу. На участие в соревнованиях подали заявки 8 команд. Спорткомбинат «Олимп» продолжает регистрацию участников. Турнир по футболу среди дворовых команд пройдет 10 и 11 сентября. Стать участниками соревнований могут мальчишки и девчонки от 9 до 14 лет, кто любит футбол и готов показать свое спортивное мастерство. Подобные соревнования спорткомбинат «Олимп» организуют 11 лет подряд. Турнир посвящен памяти Романа Глинкина, который в свое время стал инициатором возрождения дворового футбола в Коряжме. Победители и призеры в состязании ждут кубок, грамоты, медали и подарки. Также по итогам турнира будут названы лучшие игроки. В этом году соревнования в очередной раз поддержала группа «Олимп» через благотворительный фонд «Олимп Гарант». Организаторы для тренировок командам вручают мячи, а в дни проведения соревнований спортивные майки с символикой турнира. Заявки на участие можно подать в спорткабинете «Олимп» кабинет номер один. И сейчас коротко о погоде. Партнер метеовыпуска – магазин «Диван-диванов». Устали переплачивать за мебель? «Диван-диванов» просто здесь дешевле. Во вторник пасмурно возможен дождь. Днем столбик термометра будет у отметки плюс 21 градус. Вечером облака рассеются и похолодает до плюс 14. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. Ветер северо-западный 1-2 м в секунду. Мебель от магазина «Диван-диванов», безупречное качество и многообразие цветовых решений. «Диван-диванов» Коряжмина, Депсина-6 и Ломоносова-10. На этом информационный выпуск новостей подошел к концу. Сразу после рекламы смотрите архивный выпуск телепроекта «Время и люди», посвященный первостроителям нашего города. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и добрых вам новостей. Алла Владимировна Валова приехала в Коряжму сразу после окончания Ленинградского технологического института. Молодой специалист знала, куда едет. В 1955 году здесь уже вовсю трудились ее родители. Папа был первым начальником энергопоезда, мама – секретарем постройкома. Дочь пошла своей дорогой, стала инженером-химиком. Занимались мы в основном документацией, чертежами, серокопии делали. Тогда еще не было никаких компьютеров. Все это сами перерисовывали, чертежи, размножали. Ну и ходили, вот нас водили на производство, где работали вот эти заключенные. Ну они нас тут ничего не оскорбляли, не обижали. И было очень интересно. Тут молодые девчонки приехали и так, и так. И ходили туда. А потом уже, когда дело пошло к подготовке уже этих цехов, нас уже перевели в центральную лабораторию. Там мы находились. Первый самый год нас пустили тут Сельченко, он очень любил молодежь. Да мы, собственно, одни и были, эти инженеры. Он нас отправил на склады делать инвентаризацию. В это время подходило оборудование и для отбельного, и для варочного. Все это в ящиках, мы переписывали эти номера и ввели вот эту инвентаризацию по складам как раз. Вот этим мы и занимались. Пока молодые инженеры занимались бумажной работой, на промплощадке активно шло строительство первой очереди комбината. Она раскинулась на 900 гектаров. Строителям и монтажникам требовалось уложить более 400 кубометров бетона и железобетона, смонтировать 17 тысяч тонн металлоконструкций и более 60 тысяч тонн технологического оборудования. В 1961 году агрегаты и механизмы сульфидного завода готовились к пуску. Первым опробовали оборудование кислотного цеха. Первую печь там они включили. Было очень много народу, в основном руководство Треста. И приехало много людей. И мы сами тут находились. Даже первый газ сделали, как бы, лаборатория анализ. И первую кислоту, это типа, так, временного пуска. Проверили оборудование. Но людей было, они все, всем интересным, все смотрели на эти окошечки, где горела эта серая, и семенькие огоньки, это все-таки первое дыхание оборудования. И вообще первое, что-то дышит, было такое занятное. Все вот в эти окошечки смотрели, как будто уже все готово. Ну, а потом постепенно стали вот эту кислоту, она еще была слабая, неукрепленная. Потом стали уже, ну, тут монтировали и котлы к этому времени, варочные, их уже подвозили, эти шведские котлы, 320 кубометров в емкости, биметаллические. Их постепенно ставили. Ну, и пробные варки начались уже. Алла Владимировна стала свидетельницей всех этапов рождения первой целлюлозы. Но прежде чем ею стать, массе еще предстояло пройти сложную систему промывки и очистки. Минуя на первых порах отбельный цех, она шла в массный бассейн сушильного цеха. И когда на сетку приспата впервые вышла серая лента небеленной целлюлозы и стала наматываться на накат, счастья сульфийщиков не было предела. Это была такая радость. И тоже людей, смотрящих на это все, было намного больше самих работающих. Но это было очень интересно. Все смотрели, вот у меня где-то кусочки есть, это небеленная целлюлоза первая как раз. И все брали эти кусочки, все брали на память, как будто вот прям больше не увидят. Вот дальше этого целлюлоза отправили на какой-то комбинат. Куда же, Грязань, что ли? И там попробовали делать бумагу небеленную, чтобы она не пропадала. Анализы первых варок целлюлозы вместе с другими лаборантами брала и Алла Владимировна Валова. Работы было много, все силы тогда были брошены на улучшение качества получаемой продукции. Но до ввода в эксплуатацию фильтрастойных сооружений и станции химической очистки воды добиться этого было непросто. Речная вода отличалась повышенным содержанием железа. Много нового и полезного для себя молодые специалисты узнавали в ходе командировок на другие предприятия отрасли. В числе сопровождающих коряжемскую целлюлозу не раз была и Алла Владимировна Валова. В общении с более опытными коллегами решались многие проблемы, но не все комбинаты тепло принимали своих конкурентов. Придирались в основном к сорности. Сорность это маленькие, маленькие, вот взять, если просто даже лист, там увидишь костринку, она у них вот это, фильер вот это забивает, и у них получаются обрывы. Также точно от смолы. Очень большая обработка, но и мы у себя работали, чтобы не было этой смолы как можно меньше, всякими химикатами, павами. Это тоже у нас разработка технологий. Уже НИЛ там разрабатывал у нас, и ВНИП Венградский. Все мы были вместе, все мы были дружно как-то. Интересно было. Мы тоже порой, когда что-то новое они предлагали, мы тоже до поздна сидели на производстве. Интересно было. Могирев тоже ездили, это в Белоруссию. Там они как-то быстрее с нами контактировали. Это все. Приходилось ехать, ездить даже в Грегишке, это Литве. Там у них, они придирались смоляным таким пятном. Ну, это когда у нас смола иногда, особенно весной, она здорово появлялась, проявлялась от разницы воды, от температуры. И поэтому, ну, тут мы сами тоже знали уже это дело, и поэтому принимали все меры, и оборудование добавляли. У нас и баловки, и айтисы такое оборудование было. И добавляли, и облагораживание, когда опустили. Конечно, без облагораживания вискоза бы не было, повышение альфа-целлюлозы, и очистка шла хорошая. Ну, и много нам помогали, много НИЛ наш, и вот это ВНИК ленинградский. В общем, народу приезжало очень много. Все, это новое предприятие совершенно было, именно чисто вискозное, такое предприятие было только приозерское. Ну, и Архангельск. Ну, и у них это, ну, еще советский этот был, на НИЛе. Ну, у них все было. Самая лучшая была вискоза в то время приозерская. Они много над ней работали. Остальные потом так и прикрыли. И Архангельск, и советский этот вот комбинат, они перешли на бумагу. Ну, вот, в конце концов, осталось одно вискозное, котловское, и то закрыли. До сих пор, сожалею, об этом. Славилась первое производство комбината и своей газетой. Называлась она «Сучок» и выходила раз в месяц. Прогульщики, любители спиртного, нарушители дисциплины, несуны и даже домашние дебоширы. Всех брал на карандаш главный выпускающий редактор Юрий Пономарев. Алла Владимировна тоже принимала непосредственное участие в подготовке газеты. Ее задача была найти героев. Юра Пономарев был исключительный человек. Он так был и есть. Он очень хорошо сочинял вот эти все, что ему принесешь, какие. Дальше не надо было говорить. Он пойдет, сходит на человека, посмотрит. И выберет какую-нибудь черточку, свойственную только этому человеку. И, в общем, как бы он ни разрисовал, все уже узнавали. Ага, это вот тот-то. Так что... И в стихах. Да, и стихи у него были прямо потрясающие. А это была единственная газета, где высмеивались вот эти пороки? Да, одно время была единственная. Потом появилась газета, говорят, на ТЭЦ-1. Но это наш сучок висел-то на самом видном месте. Где? Около диспетчерской. Вот заход в диспетчерскую, но это вон в доске и висел. Вот тут вот рядом, на стене. То есть ее могли все посмотреть? Все смотрели. Все, кто идет на работу, считали. Они уже ждали все. И вообще любил весь комбинат. Тогда уже было много производств. И вот как только мы его выпускали, я ему давала факты. Я не рисую, не пишу ничего. Ходила по зайкам, что ему... Тогда как-то никто не обижался. Нет, ну вообще боялись его. Вот когда кого-то нарисуешь, а шобина этих алкоголиков, они говорят, лишите премии любой, да только снимите ради бога вот это. В Советском Союзе умели не только хорошо работать, но и весело отдыхать, вспоминает Алла Владимировна. Изначально одним из любимых мест отдыха у коряженцев был клуб. Когда открылся комсомольский парк, все дружно ходили туда кататься на лодках, а после и на аттракционах. Зимними развлечениями были походы на лыжах и катания на коньках. С инвентарем тогда проблем не было. При стадионе работал пункт проката. Все тогда делали на энтузиазме, с воодушевлением, дружно и весело. Даже на субботники ходили как на праздник, а ведь он перечеркивал тогда законный выходной рабочих. В субботнике не было проблем. Вот надо, так надо. Вот мы так уж были воспитаны все. Куда надо, куда, как говорится, пошлет, не будем говорить кто, туда мы и шли. И поэтому на биржу в основном ходили. Там подбирали эти карты, все очищали и дружно, весело шли домой. На демонстрации как ходили. Как? Никого не надо было зазывать. Только скажут, Петр Иванович у нас, особенно команда Волгогарский, значит, всех десяти часам к комсомольскому парку. И вот шли, и вот тут у меня, а вот мы с Балакшиной. Это сами мы цветы делали. Из чего? А из бумаги. Из бумаги. И, а потом мы стали, знаете, что делать? Брали, ну как бы в это время, значит, обрезали тополь, мы его ставили в водичку, и в первом мае уже вот такими цветочками делали сами. На работе, конечно, на зале легкотрудники у нас были всякие. Покажут, вон какие красивые цветочки. Целыми букетами шли. С 1964 года и до ухода на пенсию Алла Владимировна Волова работала начальником лаборатории ПВЦ. Эта служба осуществляла лабораторный контроль всего технологического процесса вискозной целлюлозы. За все время своей работы производство не прекращало работу по техническому переоснащению, освоению прогрессивных технологических процессов. Весчисленные реконструкции, разработки новых методов анализа, все было направлено на выработку продукции высокого качества. Все время работали над улучшением качества. Не помню ни одного года, что был какой-то застой. Так что, в общем, любили мы свое производство, свою продукцию любили. У нас очень хороший был коллектив. И даже от нас, сколько уходили на другие предприятия, они и несли вот эту положительную энергию. Мы как считались, как бы кузница кадров. Сегодня о ПВЦ можно прочитать разве только лишь в летописи комбината. В связи с глобальным экономическим кризисом в 2008 году самое старое, неэффективное и экологически неблагополучное производство ЦБК было закрыто. Но остались люди, которые посвятили ПВЦ всю свою жизнь. Одна из них – Алла Владимировна Валова, отработавшая здесь 40 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова